так коллеги здравствуйте мы с вами напомню изучаем уровень компьютерной техники которые немножко ниже того на котором мы с вами работаем как программисты то есть пытаемся понять что с чем мы имеем дело какие имеются детали реализации и как они влияют на наши навыки программистов и так биты байты и целые данные то есть это сегодня наша основная тема первое поговорим про несколько слов скажу очень кратко о том что такое представление информации в битах если совсем грубо на программистском уровне бит это элементарный фрагмент информации который может принимать только два значения 0 и единица по разному интерпретируем мы и кодируем наборы бит то есть мы рассматриваем как правило не одиночные биты а их наборы и тому есть масса причин с одной стороны мы хотим до изображать обрабатывать данные у которые имеют множество значений не только два и такой трюк делается при помощи набора битов необходимой длины и второе при создании компьютера его при создании аппаратуры оказывается намного эффективнее работать с достаточно большими отрезками бит они с одиночными битами хотя при необходимости совершая дополнительные операции мы с вами можем управлять отдельными битами даже если это и не практично и так рассматривая по-разному наборы бит мы с вами представляем интерпретируем их и обрабатываем как например числа множество строки и любые другие более сложные данные которые вы в состоянии себе представить как программисты которые вы в состоянии сконструировать почему биты первую очередь это один из немногих случаев скажем так диктата производителей то есть когда-то компьютеры на заре своего создания были чрезвычайно дороги и в создании в эксплуатации для того чтобы работать с ними можно было рассчитывать на интеллект там скажем так лучших людей в мире вот и исходя из стоимости и исходя из возможностей технологического повышения быстродействия довольно быстро нащупали ситуацию что в самое простое это в реализации отражать только два значения один из важнейших факторов здесь это возможность масштабирования то есть что у нас с вами происходит с нашими вычислительными системами помимо того как мы заставляем их работать все быстрее и быстрее сигналов электрических все больше и больше то есть в общем случае сигналы которые у нас находятся в компьютере они все плохие они все имеют нехорошую форму то есть если представить себе идеальную картинку например если мы отражаем уровнем напряжения наши биты то есть низкий уровень для определенности пусть это будет 0 высокий уровень напряжения пусть это будет единица так вот у нас с вами напряжение никогда не совсем 0 и никогда не совсем в том диапазоне который мы считаем единицы то есть вы это можете видеть на слайде вот этой вот кривой линии но есть коридоры есть допуске напряжения и если напряжение попадает в эти допуски система это интерпретирует соответственно как 0 и как единицу подымаемся с низкого уровня сразу ближе к нам и поговорим о том как же мы представляем при помощи битов у которых значение либо 0 либо единица как мы представляем например целые числа то есть мы используем для этого двоичную мы используем для этого двоичное представление где у нас каждый бит в зависимости от того какое место он у нас занимает имеет тот или иной вес равной степени двойки чуть позже мы с вами посмотрим это на более четких формулах что здесь важно отметить прямо сразу что действительно целые числа если они не очень большие отображаются полностью и точно в машинное представление это можете в верхней строчке увидеть числа которые у нас с вами в десятичной системе могут быть представлены дробные числа которые могут быть представлены конечными десятичными дробями ну например вот 1.2 в двоичной системе могут неожиданно оказаться непредставимыми никаким конечным числом поэтому они могут быть представлены но в математической записи периодической дробью как вы видите здесь либо уже внутри компьютера мы вынуждены будем иметь дело с приближением поскольку там в каком-то месте мы обязательно отрежем нашу дробь для представления больших чисел по модулю больших или по модулю очень маленьких точно так же как в десятичной системе в двоичной может быть использована экспоненциальная запись или как говорят запись с плавающей точкой как я уже сказал и воспринимать и обрабатывать данные удобно простите обрабатывать биты удобно группами традиционно практически самая малая но по но очень популярная группа бит это байт то есть это 8 бит в истории компьютерной техники вы можете легко нагуглить машины у которых размер байта был другой но сейчас 8 бит это подавляющее значение соответственно диапазон представимых значений от все нолики до все единички в десятичном значении это от 0 до 255 и важный момент сейчас то есть чем вы можете столкнуться в вашей практике изучения машинного уровня вычислений это представление байт я думаю что если вы это не делали раньше и ваши семинаристы не попросили вас это проделать пару раз вручную я рекомендую один раз сделайте попереводите числа из двоичной в десятичную и обратно увидите затраты которые при этом у вас возникают перевод из одной системы исчисления в другую если они являются обе являются степенями 1 1 1 числа и это это значительно делать легче то есть например удобно переводить из двоичной в восьмиричную из двоичной в шестнадцатиричную особенно в шестнадцатиричную почему у вас байт может быть разбит на две четверки на два полу байта и каждые четыре эти бита могут представить вам одну шестнадцатиричную цифру от нуля до девяти и дальше может быть несколько непривычное представление цифры не числа а цифры 10 1 от которой мы в десятичной произносим как 10 11 12 13 и так далее до 15 обозначаются буквами латинского алфавита от а до f вот соответственно возникают представления и в языке си если вы забыли то у вас есть представление констант который начинается с нуля а потом следует буква x а после этого набор шестнадцатиричных цифр которые я вам только что озвучил и таким образом вы можете записать шестнадцатиричное число удобно еще раз подчеркнул удобно этими числами от отображать именно содержимое байт там где вам нужно осмысливать их и даже в уме а тем более ручкой на бумажке очень легко выполнять такие переводы если мы говорим про именно представления целочисленные представления те которые интерпретируются затем в первую очередь операцией и соответственно компилятором как операции с целыми числами то эти целочисленные представления могут иметь разные длины в языке программирования вы с этим точно сталкиваетесь когда имеете дело с различными идентификаторами и модификаторами с раз различными типами их модификаторами чар шорту инту лонг а и указатель тоже считается для многих операций целочисленным типом соответственно вы можете посмотреть каковы эти размеры для типичных 32-битных архитектур то есть тех компьютеров которые обрабатывают вам за одну операцию группу из 32-бит сразу а для тех компьютеров которые за одну операцию обрабатывают 64 бита сразу и конкретно для архитектуры x86-64 то есть вот пара ноутбуков которые здесь находятся передо мной которые используете вы или которые стоят перед вами сейчас на столе они с высокой вероятностью именно имеют архитектуру x86-64 обратите внимание что в этой табличке не все и в строках не все числа совпадают местами они бывают разные подчеркну что размер указателя как правило в размер так называемого слова то есть той группы бит которые обрабатываются архитектурой в основном за одну операцию маленькая маленький шаг в сторону маленький шаг в сторону манипуляции на уровне бит они возможны на это предусмотрены специальные операции и есть операции как правило в каждом компьютере сейчас извините есть операции в каждом компьютере которые над группой бит выполняют операции раздельно по каждым битом то есть соседние биты друг на друга не влияют то есть да только биты операндов влияют на соответствующий бит результатов поэтому мы можем рассматривать операции с отдельными битами это в основе этого лежит булево алгебра предложенное еще в девятнадцатом веке и иногда можно столкнуться еще с такой можно столкнуться еще с такой интерпретацией как можно столкнуться с такой интерпретацией что нолик это условно истина в единице это простите нолик условно ложь единица условно истина и исходя из этого предлагаются некоторые интерпретации операций. Я такую интерпретацию лично не люблю, потому что вот такая логическая интерпретация, их много, и существуют логики более чем двухзначные, и поэтому правильно всегда, в моём представлении, правильно оговаривать, с какой логикой вы имеете дело. Поэтому я говорю обычно про булеву алгебру. То есть булева И над значениями 0,1, вы видите так называемую таблицу в кавычках истинности, и для ещё двухместных операций, то есть эти операции наиболее популярны, но не исчерпывающие. Они популярны вот почему. Проводя доказательства про некоторые наборы операций, про некоторые наборы операций, можно показать, как из них конструируется любая другая операция. И популярные наборы это И или НЕ, то есть наборы из трёх операций, либо есть вот ещё некоторые наборы, состоящие из одной операции, с которой можно построить любые другие. То есть если вы немножко потрудитесь, легко найдёте способ, как с помощью комбинации операций, например, исключающие ИЛИ, построить операцию И, операцию ИЛИ, или операцию НЕ. Вот то самое обобщение, о котором я вам сказал, булевые алгебры, компьютерное, если угодно, обобщение, когда мы булевую операцию, предназначенную для действия над отдельным битом, делаем сразу над линейкой бит. То есть вы можете посмотреть... Так, мышка... Мышка всем видна, да? Так, нет, мышка не видна. Так, оп, назад. Это жаль, жалко на электронной версии, мышка не видна. Хорошо, тогда буду проговаривать словами. Можете проверить аккуратно, вот поколоночно бит по биту, убедиться, что в первом столбике слева выполняется операция булева И, затем булева ИЛИ, и булева, исключающая ИЛИ. И, соответственно, булева отрицания, побитовое отрицание. Обратите внимание, что рядом со столбиками бит находится опозначение операции, так как это принято в языке С и С++. То есть, одиночный амперсент, вертикальная черта, и начерк, и, соответственно, тильда. Где можно использовать практическое применение? Допустим, вам необходимо запрограммировать те или иные операции с множествами. Вы берете битовую линейку, и говорите, что нолик либо единичка у вас отражают наличие или присутствие или отсутствие элемента во множестве. Принадлежит или не принадлежит определенный элемент соответствующему подмножеству. То есть, вот можете посмотреть примеры, отрезки, где у вас рассматриваются небольшие множества натуральных чисел, и тогда при помощи битовых операций мы можем моделировать, рассматривать их как операции пересечения, объединения, множественной разности и дополнения. Можете, опять же, аккуратно по строчкам проверить и убедиться, что здесь я не ввожу вас в заблуждение. Если кто-то найдет ошибку в этих выкладках, я буду очень благодарен. Итак, поговорили про элементарное нижнеуровневое представление, возвращаемся снова в ту модель рассуждения, которую нам предлагает язык C. Операции я уже перечислил. Эти операции считаются корректным для компилятора применять к любому целостному типу данных, то есть они уже были у вас перечислены. Аргументы рассматриваются как наборы бит, и каждый бит — это независимый аргумент. Примеры. Вот вам пример. Соответственно, пример. Сначала идет пример по битовому отрицанию. Обратите внимание, что при двоичной записи результат очень интуитивно, легко понятен. Если мы смотрим на результат применения операции к линейке бит в шестнадцатеричной записи, то результат несколько непривычен. Это не страшно. На том этапе освоения низкоуровневого программирования, на котором вы находитесь, некоторые затраты времени и усилий нормальны. Для тех из вас, кто будет в этом практиковаться, достаточно быстро увидит, что появляется определенный автоматизм. Дальше у нас побитовое... Обратите внимание, что побитовое отрицание нуля у вас превращается естественным образом во все единички. Все единички — это FF в шестнадцатеричной записи для байта, ну и так далее, для остальных элементов. Важный момент. Теперь у нас, хотя мы немножко совсем об этом поговорили, у нас с вами очень появился такой понятный материал в руках, который может позволить аккуратно различить операции в СИ. То есть есть операции, которые тоже произносятся как И или НЕ, но в языке они названы условно-логическими операциями. И они рассматривают все многобитовое поле как некоторые условные ложь или условную единицу. И обозначаются операции, которые рассматривают не побитовое действие, а рассматривают действие сразу с линейкой бит, эти операции обозначаются иначе. Похоже, но иначе. То есть два амперсенда, две вертикальные черты и восклицательный знак вместо тильды. В этом, когда у нас возникают такие операции, то компилятор производит некоторые дополнительные действия таким образом, чтобы нулевые значения, когда целиком все многобитовое значение, если оно ноль, то оно воспринималось как ложь, если любое ненулевое значение, то есть любое количество ненулевых битов в любых позициях, все многобитовое значение воспринимается как одно значение истины. И результаты этих операций всегда выдают либо ноль, либо единичку. Единичку в арифметическом смысле, то есть бит, один бит, ненулевой в справа, слева в наименее значимом бите. И, соответственно, особенность у этих операций, в отличие от побитовых операций, это раннее завершение вычисления выражения. То есть так, кусочек мела. То есть если у вас вычисляются, допустим, сложное есть выражение, где два подвыражения и операция или между ними, стандарт говорит, что сначала я вычислю подвыражение один, и если оно будет истинным, подвыражение два я не буду вычислять. потому что итоговый результат операции и так будет понятен. Вот эти вот нюансы вычислений могут порождать довольно тонкие эффекты, поэтому я обращаю на ваше внимание на то, что такие эффекты есть. То есть вы не вправе рассчитывать на иной порядок вычислений, кроме того, который вам оговорил компилятор. То есть если у вас здесь находится какой-то вызов функции, и вы рассчитываете при помощи этого вызова функции сделать какие-то нетривиальные действия, рассчитываете на так называемый побочный эффект, вы его не получите, потому что это выражение не будет вычислено. Дальше. Примеры, на которых вы можете сравнить операции на предыдущем слайде. Давайте я вернусь на него. Вот вам предыдущий слайд побитовой операции, вот этот слайд с условно-логическими операциями. Сейчас секундочку, может быть все-таки найду. Ага, вот. О, появилось, отлично, теперь я имею возможность указывать. То есть обратите внимание, что значение, которое интерпретируется по правилам как истина 0,41, превращается в значение, которое по правилам интерпретируется как ложь, а именно 0. Если мы вернемся назад, смотрите, во что здесь превращался 0,41. То же самое, если у нас при побитовой инверсии, при побитом не, у нас с вами нулевое значение многобитовое превращалось во все единички, ff, то здесь 0, многоразрядный 0 превращается в многоразрядную единицу, то есть значения другие. И так далее, и так далее, до, с остальными значениями вы посмотрите это сами. Можно воспользоваться, можно воспользоваться вот этими стандартными ограничения, стандартными свойствами логических операций по поводу порядка вычисления. То есть вы можете видеть такой вот трюк, когда нам нужен указатель, допустим, нужен указатель, но мы хотим избежать ситуации обращения по нулевому указателю, который обычно рассматривается как аварийное. Мы можем воспользоваться вот таким выражением. То есть если указатель нулевой, то значение по указателю никогда не будет взято. А если указатель не нулевой, тогда будет взято значение по указателю и оно вернется как значение выражения то есть вот таких трюков в профессиональных сишных текстах можно найти довольно много иногда они возникают возникает барьер восприятия нужно некоторое время для того чтобы понять а что же такое имел здесь программисты в виду иногда ответ содержится именно в знании в знании стандартов общая особенность языков си и си плюс плюс они очень мощные в том смысле что позволяют сделать почти все что угодно то есть если у вас в руках если вы работаете с языком си то необходимость обращаться к другим языкам возникает редко силу того что чего-то на языках си и си плюс плюс сделать нельзя но а это языки очень опасные то есть легко сделать ошибку а потом трудно ее найти и вот по этой причине очень часто обращаются к другим языкам потому что производительность программиста и особенно коллектива программистов для при с целью создания без почти без ошибочного кода почти без ошибочного кода вот здесь производительность на языках си и си плюс плюс существенно ниже чем на многих других языках которые менее выразительны меньше предоставляют свободы программистам но соответственно и меньше предоставляют ему возможности для ошибки и вот ошибка когда вы вместо двух имперсендов упоминаете один или там вместо двух вертикальных черт ставите одну это вот история традиция показывает что это одна из сама самых частых ошибок программирования носить что еще можно поделать с наборами бит их можно подвигать туда-сюда для ряда для ряда задач особенно когда мы работаем нам необходимо работать с аппаратурой или выделять отдельные биты и располагать их на определенных местах вот эти операции очень популярны а сразу предупреждаю что в стандарте языков си как правило реализуются не все операции сдвига которые вам позволяет делать аппаратура и это еще бывает иногда это еще бывает мотивации если особенно у вас не не сильно оптимизирующий компилятор бывает еще одной мотивации когда и для чего приходится обращаться к небольшим ассемблер ным фрагментом и так язык си вам позволяет сделать сдвиг влево поставить два знака меньше и таким образом а набор бит находящихся в ячейке памяти обозначенной именем x сдвигается на значение находящиеся в ячейке памяти обозначенной переменной y то есть x сдвигается на y вот так можно сказать коротко но надо каждый раз когда вы произносите сокращенную фразу надо очень хорошо понимать что вы имеете в виду поэтому рекомендую иногда попрактиковаться в таком длинном произнесении чтобы вы хорошо чтобы убеждались что вы действительно ухватываете смысл происходящего что когда у нас происходит сдвиг происходит что у нас у нас же набор бит он полностью умещался в отведенной ему ячейки мы его начинаем сдвигать и он у нас с вами перестает вот руку руку мою даже не видно для тех кто в онлайне на слайде а данные перестают это нормально специальный трюк вот и эти данные перестают умещаться что с ними происходит они теряются и с другой стороны у нас с вами образуется свободное место она заполняется нулями при сдвиге влево а вот при сдвиге вправо происходит картинка немножко сложнее там по сути дела есть два сдвига и на машинном уровне там даже это разные операции которые по-разному обозначаются а вот стандарте языка оси действует у по правила по умолчанию если мы сдвигаем с вами ячейку памяти которая в переменной которая обозначена переменной без знаковой то картина такая же у нас съезжает у нас с вами съезжает съезжает вправо данные и исчезают и соответственно вытолкнутые данные исчезают освободившиеся место заполняется нулями а вот если мы с вами сдвигаем переменную имеющую знаковый тип тогда происходит нечто иное то есть происходит так называемый арифметический сдвиг при котором повторяется старший бит то есть если при обычном условно логическом сдвиге у нас освободившиеся место заполнялось нулями то при арифметическом сдвиге освободившиеся место заполняется значением того бита который был старший то есть видите старший было старший было единичка сдвинули на 2 соответственно на освободившиеся место поставили единичку можно получить неопределенный результат неопределенный в каком смысле вам стандарт языка не говорит что получится на каждой конкретной архитектуре можете поэкспериментировать и посмотреть что получается если вы выполняете сдвиг на величину меньше нуля то есть например у вас y это знаковая знаковая целая и имеет значение меньше нуля и второй вариант что если вы произведете сдвиг на величину больше чем размер икс то тут у вас размер x 8 бит а вы говорите x меньше меньше на 16 или x меньше меньше на 9 что получится стандарт вам не говорит что получится это означает что в разных условиях в разных средах программирования на разных компьютерных системах вы получите разный результат так это мы с вами поговорили про биты и пробитовые наборы что можно с ними поделать и уже даже я проговорился где эти битовые наборы обычно находятся лежат давайте сделаем следующее действие и перейдем на уже более четко к арифметическим операциям значит вот те самые формулы которые позволяют вам имея битовое представление четко получить его значение то есть для беззнаковых у нас веса всех бит имеют положительное значение и представлены степенями двойки для для беззнаковых для знаковых говорят что знаковые представляются в дополнительном коде если опять же заглянуть в историю компьютеров то можно наткнуться на другие варианты представления но опять же доминирующим является представление знаковых целых в дополнительном коде что при этом происходит при этом делается с точки зрения реализации очень простая вещь то есть самый старший бит знаковый имеет вес отрицательный то есть по абсолютному значению по абсолютному значению он такой же как и в знакомых но отрицательный это приводит к очень интересному набору последствий вот смотрите у вас значение x и y двоичные просто появился спереди минус 16 речные уже возникает вопрос а как связаны эти значения друг с другом и двоичные значения развернуты если вы внимательно посмотрите на и внимательно соберете значение числа из значений битов то вы как раз и получите ожидаемый результат то есть еще раз давайте в дополнительном коде мы можем говорить о том что самый значимый самый левый бит обозначает самый левый бит обозначает знак 0 для неотрицательных единичку для отрицательных теперь будут несколько слайдов мне в некотором смысле все равно за какой из вас какой вам удобнее для восприятия вот но мне важно чтобы вы за следующие несколько минут ухватили наиболее важные свойства вот этих вот этого представления с дополнительным кодом потому что она в некоторых вопросах она проблемная и так смотрим как раскладываются по битам число 15213 и минус 15213 то есть вот у вас веса каждого из бит обратите внимание что вес самого старшего бита отрицательный и мы имеем вот такой вот набор бит и мы имеем суммарно вот такие значения то есть можно говорить о можно говорить о том что значение бит для складываются для положительных чисел а для отрицательных они вычитаются из значения самого старшего знакового бита так идем дальше что у меня не получается не понял ой так сейчас возвращаемся так вот начинаются проблемы связанные с представлением с представлением чисел в первую очередь мы давайте подумаем над тем какие границы у нас представления то есть максимально то есть крайне максимальные минимальные представимые числа если в беззнаковых значений все просто это ноль и дальше значение сумма степеней двоек в количестве соответствующем разрядности то есть интуитивно понятное значение то есть если у нас с вами разрядность w w бит то максимальное значение 2 в степени w минус минус единичка а вот с значение в дополнительном коде здесь немножко сложнее минимальное значение это 2 в степени w минус 2 в степени w минус единица и и обратите внимание что максимальное значение не симметрично то есть если если угодно то мы можем представить отрицательных чисел больше чем положительных в одной и той же разрядности в дополнительном коде и больше ровно на единичку потому что ноль у нас с вами не не неположительный не отрицательный и вот за удовольствие иметь ноль и иметь его в единственном экземпляре у нас с вами немножко меняя несимметричный диапазон представимых чисел для ряда задач это может быть важно и тогда вот это про эту особенность представления хорошо помнить смотрите появляются некоторые некоторые специальные значения то есть если вот например значение когда у вас разрядная сетка заполнена всеми единицами вот пожалуйста в шестнадцатеричном вот пожалуйста в двоичном виде в максимальном в беззнаковом представлении это максимальное после по значению число а в знаковом представлении это просто минус единица ноль и там и там ноль а вот заполнение единичками всей разрядной сетки имеет очень разный смысл и требуется некоторое время для того чтобы к этому привыкнуть соответственно максимальное значение в знаковом представлении это почти все единички то есть все кроме старшей вот а максимальная наибольшее по модулю отрицательное значение минимальное отрицательное значение это одна единственная единичка в старшем разряде и соответственно можете то есть можете посмотреть помедитировать на этот слайд мне очень важно чтобы вы понимали что значение допустимый диапазон значений он разный для разных размеров слова вот можете увидеть насколько разный то есть у вас любой стандартный компилятор языка оси позволяет вам как минимум четыре длины определять 8 16 32 и 64 бита вот посмотрите насколько различаются представимые диапазоны запоминать их не нужно некоторые у вас в памяти отпечатаются в связи с вашей практикой некоторые никогда вы не запомните мне важно чтобы вы запомнили что стандартных библиотек что длины бывают разные и что вы можете с ними ознакомиться причем часто не отходя даже от компьютера вам есть у вас есть стандартные определены стандартные константы то стандарте языка есть вот такой хи-дкрафаяued limits аж и в нем есть набор констан которые вам как раз и содержат те самые предельные значения то есть беззнаковая-длинная-максимальная знаковая-длинная-максимальная знаковая-длинная-минимальная вот пример трех таких именованных констант и важно отметить что значения этих констант могут зависеть от 4 формы То есть на это вы с невысокой вероятностью наткнетесь, но наткнуться можете. Еще одна контринтуитивная вещь. Беззнаковые и знаковые представления иногда совпадают, иногда не совпадают. И если задаться вопросом, а когда они совпадают, то можно увидеть, что на примере 4-битового, для упрощения, чтобы одним взглядом можно было окинуть весь диапазон, для 4-битовых значений мы видим, что в пределах, когда у нас нулевой старший бит, у нас значения совпадают. Если у нас старший бит не нулевой, то интерпретируемые значения у нас с вами начинают различаться. Но при этом сохраняется взаимная однозначность отображения и отображения обратимы. То есть мы всегда можем проинтерпретировать некий набор бит как целое значение в некотором диапазоне, например, со знаком. Можем проинтерпретировать его, любое значение в этом диапазоне, дать ему побитую интерпретацию, и точно так же можем поступить с беззнаковыми. Вот есть еще одна контринтуитивная комбинация действий, на которые мы с вами можем наткнуться невольно. Компилятор это в ряде ситуаций делает, не спрашивая нас, особенно если мы не полностью управляем этим процессом, а компилятору доверяемся. Что я имею в виду? Может происходить следующее. Мы себе думаем про некоторое число, например, знаковое. Это знаковое число имеет некое двоичное представление. А затем, в силу ряда причин, мы или компилятор, это знаковое число, это набор бит, которое было знаковым числом, может представляться как беззнаковое. Причем хранимые биты в ячейке памяти не меняются, меняется только интерпретация. Но от интерпретации, забегая вперед, скажу, что от интерпретации зависят фактически применяемые операции. То есть у вас запись на языке одна, а вы имеете в виду в голове некоторую интерпретацию, а по факту выполняемых машиной операций интерпретация может быть другой. И мы чуть позже сейчас поймем, из-за чего это происходит. То есть общий принцип битовое представление сохраняется и меняется интерпретация. То есть если смотреть на набор битовых значений, то вот эта вот умозрительная переинтерпретация знаковых в беззнаковые, беззнаковые в знаковых, без изменения фактически хранимых бит, вы можете увидеть на экране. То есть есть область, где значения совпадают, где интерпретации одинаковые, а есть область, где интерпретации разные и отличаются они как раз на двойку в степени размер слова. Связь между знаковыми и беззнаковыми, по сути дела, вы ее уже видели. Если кому-то графическая картинка ближе, вы можете видеть диапазон светло-зеленый, в котором значения совпадают, и чуть более темный диапазон, здесь он у меня на слайдах красный, где интерпретируемые значения различаются на два в степени разрядности. Знаковые и беззнаковые в си. Если их сфокусировать свое внимание на то, что мы делаем в стандарте языка, то по умолчанию, это очень важно, по умолчанию значения всегда считаются знаковыми. Вы можете это даже подчеркнуть, есть ключевое слово signed, которым никто, естественно, никогда не пользуется, поскольку по умолчанию все знаковое. Беззнаковые константы обозначаются буквой У большое, то есть если вы хотите, чтобы ваша константа была проинтерпретирована как беззнаковая, поставьте, пожалуйста, в конце букву У большое. И у вас есть преобразование. То есть смотрите, если у вас есть определены вот здесь парочка переменных знаковых и парочка переменных беззнаковых, то у вас возникает буквально, у вас буквально возникает операция преобразования типа. Вот она такая, она вот так вот явно определяется, когда у вас перед переменной или перед выражением стоит обозначение типа в скобках. Это приведение значения выражения к указанному в скобках типу. Это для тех ситуаций, когда вы четко хотите поставить под контроль свой и свои дальнейшие действия, под ментальный контроль и действия компьютера под контролем вашей программы. Но неприятность для особенно начинающих программистов заключается в том, что язык C допускает и очень активно делает неявные преобразования типов. То есть вот простейшее выражение. Вы знаковой переменной присваиваете значение беззнаковой переменной. И наоборот, беззнаковой присваиваете значение знаковой. У вас при этом возникает преобразование. При этом значения могут... Из-за возникновения разной интерпретации у вас при этом преобразовании может меняться значение в математическом смысле этого слова. Вычисления выражений. То есть эти преобразования могут быть неожиданными для вас, а значит и неприятными, если вы ждете один результат, получается другой. Обычно это происходит при смешивании в выражении знаковых и беззнаковых. Базовое правило, что знаковые неявно преобразуются в беззнаковые. Это легко забыть. Поэтому, пожалуйста, напоминайте себе. И точно так же напоминайте, что такое преобразование происходит при операциях сравнения, что часто, чаще приводит к очень неожиданным интерпретациям. Вот смотрите. Давайте пример. 32-разрядные, посмотрим, значения переменные. Вот его минимальные и максимальные значения. Вспомним их. Обратим внимание, что по модулю они неравные, на единичку отличаются, как мы с вами говорили. И давайте посмотрим теперь снова в терминах языка оси. Определим пару констант и сравним их. Какие будут результаты. То есть 0 знаковый равен 0 беззнаковому, минус единичка знаковая меньше 0 знакового. Пока все хорошо. А вот уже на третьей строчке, смотрите, мы получаем результат, что минус единица больше 0. Почему так? Казалось бы, с точки зрения математики должно быть наоборот. С точки зрения языка компилятор работает по установленным правилам. То есть прежде чем провести фактическое сравнение, будет произведена переинтерпретация данных, приведение к беззнаковому типу. Поскольку битовое представление остается то же самое, а переинтерпретируется оно как беззнаковое, то минус единичка превращается в самое большое беззнаковое число, конечно, которое больше нуля. Дальше смотрим. То есть вот у нас с вами большое знаковое и маленькое знаковое. Все нормально. Если же одно из чисел беззнаковых, у нас с вами получается другой результат. Причина та же, контринтуитивный результат, причина та же самая, преобразование типов. Сравниваем беззнаковое, приводим одно из, простите, сравниваем знаковое, получаем, что минус единица больше минус двух. Приводим, принудительно приводим изначально знаковое к беззнаковому, вот операция преобразования типа, и получаем положительное число, которое... Получаем положительное число, большое, которое у нас с вами больше, соответственно, числа минус два. То есть результат получается, результат получается, что приведенное к беззнаковому минус единица больше, чем, условно... Это можно прочитать, ошибочно прочитать, как беззнаковая единица больше беззнаковой двойки. Это ловушка короткого прочтения. Длинное прочтение, правильное, будет звучать так. Преобразованное к беззнаковому минус единица больше преобразованное к беззнаковому минус двойки. И когда мы вспоминаем, что такое преобразование к беззнаковому, нам становится понятно, почему такой результат. И, соответственно, два последних значения. То же самое, уже посмотрите сами, как и почему получаются такие результаты. Итак, сводка по преобразованию. То есть краткий набор правил. Битовые последовательности сохраняются при таком преобразовании, но интерпретируются по-разному. И, соответственно, возможна неожиданность при этом. То есть если преобразование происходит не там, где вы ждете, у вас либо добавляется, либо вычитается два в степени разрядности. И в выражениях, там, где присутствуют, смешиваются signed и unsigned int, целочисленные значения, или там signed и unsigned long, там signed и unsigned char, у вас signed преобразуется в unsigned. Если запомните, или хотя бы запомните, что такие правила есть, вам будет значительно легче понимать, что же на самом деле происходит в вашей программе. В связи с тем, что у нас с вами битовые значения имеют разные длины, у нас с вами получается еще необходимость в неявных преобразованиях, а именно в расширениях и сокращениях данных. То есть если мы одно и то же в математическом смысле значения хотим хранить сначала в короткой ячейке, а потом в длинной ячейке, то для того, чтобы корректное представление сохранить, требуются специальные операции. Для нас с вами, как и программистов на языке высокого уровня, эти операции закладывает компилятор. Но если вы посмотрите на тот набор машинных операций, в которые этот скопи... преобразовал компилятор, ваш текст на языке высокого уровня, вы можете заметить некоторые дополнительные действия. Например, такие, как расширение старшего бита, или сокращенно говорят, расширение знака. То есть вот пример. То есть одно и то же в математическом смысле число, наше с вами 15213. Вот оно в представлении 16-битным, и вот оно в представлении 32-битным. Видите, да? Нолик расширен. И если мы берем отрицательное число с тем же модулем, вот старший бит единичка, и вот он расширен для того, чтобы по правилам представления с дополнительным кодом получать математически то же самое значение. Минус 15213. Расширение. Я думаю, здесь больше добавлять нечего. А вот про усечение надо немножко сказать специально. Результат может быть неожиданным, потому что биты просто отбрасываются. То есть те биты, которые не умещаются в сокращенное представление, просто отбрасываются, а то, что осталось, переинтерпретируется. То есть для unsigned эта операция отбрасывания старшей части и оставления младшей выглядит как остаток отделения. А вот для unsigned эта операция похожая на остаток отделения. Ожидаемый результат только для малых значений. То есть если вам удастся для себя некоторую интерпретацию сделать для больших отрицательных значений, будет интересно, мне не удалось. То есть я считаю для себя этот результат неинтерпретируемым. Итак, ну наконец, казалось бы, привычная нам с вами арифметика. Беззнаковое сложение. Казалось бы, все замечательно. Кроме одного обстоятельства. Если мы складываем ограниченные по длине целочисленные значения, результат может не умещаться в эту длину. Вот один бит, всего один бит, но он может не умещаться в разрядную сетку, вот эта полученная единичка, и тогда нам нужно что-то с этим битом делать. И вот аппаратура и компилятор при этом поступают по-разному. Аппаратура, в принципе, имеет средства для того, чтобы воспользоваться этим битом, учесть его, а компилятор его просто отбрасывает. То есть вот этот вот условный, вот этот его можно воспринимать как перенос, как бит переноса. И вместо простого, привычного нам по начальной школе сложения арифметического, мы имеем сложение по модулю. По модулю 2 в степени разрядность. Соответственно, чем больше разрядность, тем меньше шансы, что мы про это вспомним. Чем меньше разрядность, тем больше шансов, что мы на это обстоятельство наткнемся. То есть вот если графически показывать сложение, результат сложения двух чисел, различных чисел ограниченной разрядности, то это вот такая условная плоскость. Хотя, если внимательно присмотреться, это вот такие столбики значений, гистограмма. А если посмотреть то, что делает компилятор, компилятор, он фактически нам половину значений урезает. И мы только в половине возможных значений мы получаем ожидаемую арифметическую операцию, а в другой мы получаем результат сложения по модулю. соответственно, если у нас с вами сложение в дополнительном коде, то проблема та же самая, но поскольку здесь сложнее интерпретация, то и на наше восприятие это влияет несколько иначе. У нас сложнее происходит складывание вот этого диапазона. Если смотреть графически, картинка выглядит вот так. Только в средней части мы имеем что-то похожее на ожидаемое сложение. Двух чисел, которые могут быть отрицательными. И, соответственно, неожиданные значения мы получаем в левой и в правой части. Видите, да? Умножение. А, важный момент. В машинном представлении компьютер не различает знаковые и безнаковые представления. Он просто проводит одну и ту же операцию сложения над, ну или вычитания, соответственно, над наборами битов. И это уже вопрос интерпретации. Складывали мы знаковые и интерпретируем результат как знаковые, или мы складывали безнаковые и интерпретируем результат как беззнаковый. С умножением сложнее. Для знаковых и беззнаковых требуются разные операции умножения. И если посмотреть на результат трансляции, на ассемблерный листинг вашей программы, то вы увидите, что компилятор в зависимости от того, какие были типы данных, он разные операции использует. Здесь картина в некотором смысле более драматическая, чем со сложением. У нас с вами результат умножения может получиться аж вдвое длиннее, чем разрядность операндов. И, опять же, аппаратура, ну, например, вот процессоров Intel, эта аппаратура позволяет удержать вот этот вот старший, наиболее значимый результат. А часть результата, а компилятор говорит, а мне неинтересно, и отбрасывает его. Поэтому вероятность того, что вы при умножении получите неинтерпретируемый результат, она значительно, или неинтерпретируемый вашим сознанием результат контринтуитивный, существенно выше. Важный момент. Опять, разглядывая, во что преобразовал ваш исходный текст компилятор, вы можете не обнаружить того умножения, которое явно присутствует в вашем исходном тексте. Потому что компилятор его заменил сдвигом. То есть умножение на степень двойки математически функционально эквивалентно сдвигу на количество бит, равное этой степени. То есть и для знаковых, и для беззнаковых это происходит. То есть вот, например, умножение на восьмерку – это то же самое, что сдвиг влево на 3. Умножение на 24 может быть проинтерпретировано вот как такой набор аж из трёх операций. Два сдвига и одно вычитание. В ряде случаев операция будет выполняться эффективнее и быстрее, чем одна операция умножения. Компилятор в некотором смысле знает про вес, стоимость, сложность операций. И когда оптимизирует ваш код, преобразует, старается избегать сложных операций, если их очевидным образом можно эквивалентно заменить более дешёвыми операциями, даже если это набор операций. И вот такой пример вы можете реально в своих текстах программ попробовать. Итак, основные правила. Сложение. То есть для беззнаковых это сложение с отсечением. Действия со знаковыми и беззнаковыми в битах идентичные. Беззнаковые – это сложение по модулю. И с возможным уменьшением на 2 в степени разрядность. Для знаковых это изменённое сложение по модулю. Результат всегда в допустимом диапазоне. Но значение этого результата для вас может быть неожиданным. И математическое сложение с возможным добавлением и вычитанием 2 в степени w. Умножение. Беззнаковое – это умножение с отсечением. Действия с битами для знаковых и беззнаковых разные. Умножение по модулю 2 в степени разрядность. Зачем вообще использовать беззнаковые? И некоторые языки программирования на это дают категорический ответ – не надо использовать беззнаковые. Совсем. Нет там такой возможности, языком не предусмотрено. Но в компьютере они есть, значит, для чего-то предусмотрены. И в стандарте языка оси есть. Помните, пример я вам говорил, если мы хотим помоделировать операции с множествами. Но там не было арифметических операций. И мы теперь попытаемся понять, что нас ждёт, какие есть риски, когда мы делаем арифметические операции с значениями. Важный момент – легко сделать ошибку. То есть вот, например, у вас есть цикл и счётчик на уменьшение до тех пор, пока значение больше либо равным нулю. Поэтому подумайте над тем, что произойдёт с этим циклом, сколько итераций он будет крутить. И здесь все сведения, позволяющие нам оценить поведение этого цикла, перед глазами. То есть эту ошибку относительно легко, скажем так, эту неожиданность поведения можно легко вычислить. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, а если конструкция вот такая? То есть у вас вот здесь стоит некое значение по имени дельта. А какой у него тип? Знаковый или беззнаковый? Мы помним, что если здесь тип беззнаковый, то приведение будет, результат операции будет приведён, то есть операнды будут приведены к беззнаковому типу, результат будет беззнаковый, и сравнение будет беззнакового с нулём, который всегда больше нуля. Можете ответить, какой тип у символического значения дельта, у символической константы дельта? Да, вот по онлайну мне ответили правильно. Не расслышал? Что? А это знаковый или беззнаковый? Что? Беззнаковый, совершенно верно. То есть необходимо некое дополнительное владение, не дополнительное знание стандартных особенностей, для того, чтобы уверенно ответить на вопрос, с чем мы здесь имеем дело. Поэтому обратный отсчёт, если уж вы используете, то счётчик цикла делать и воспринимать всегда беззнаковым. Можете посмотреть, есть ряд публикаций, специально посвящённым вот таким вот нюансам, для примера, вот безопасное программирование на C и C++, безопасное в том смысле, что по возможности избавленное от неожиданных результатов. И там, в частности, подчёркивается, что стандарт гарантирует, что беззнаковое сложение работает как математическое сложение по модулю. То есть если вам нужна математическая определённость свойств, не такая интуитивная, а не интуитивное удобство и комфорт к простым правилам, которым вас научили в начальной школе, а если вам нужна математическая контролируемость происходящего, тогда это лучше работать с беззнаковыми, потому что это точно совершенно математическое сложение по модулю. Вот как раз история с Айз-Т. Как вы справедливо сказали, то есть если мы используем для счётчиков с Айз-Т, тогда мы, и помня, что вот эти переменные, что вот эта символическая переменная нам обозначает тип, специально предназначенный для счётчиков, мы во многом гарантированы от неприятных элементов. Даже в тех случаях, когда мы используем предельные максимальные значения. Для сравнения можете подумать над тем, что будет, если счётчик знаковый, и у нас вот это вот значение U меньше нуля. Ну, собственно, мы это уже с вами на предыдущих примерах посмотрели. Можете ещё раз к этому вернуться. Итак, очевидное использование беззнаковых – это для модулярной арифметики, для представления множеств. И очень важный по степени производимых последствий, в том числе негативных последствий на вашу программу, тип, который считается целочисленным, или почти целочисленным. А это именно указатели. Здесь нам нужно посмотреть уже не на отдельные переменные, а здесь нам нужно взглянуть на память в целом. Память в целом рассматривается как линейный набор, байт, каждый из которых имеет собственный номер. И, как говорят, собственный адрес. Программы, причём, когда мы работаем с вами с более-менее современными компьютерами, это ещё не физические ячейки, когда мы говорим про вот эти адреса, это ещё не адреса физических ячеек в микросхемах памяти, в вашей вычислительной установке. Для того, чтобы получить адрес ячейки в микросхеме памяти, надо пройти ещё кучу дополнительных действий, которые автоматически делает за вас компилятор, а кое-где и аппаратура компьютера. Поэтому, когда мы с вами говорим про указатель в смысле языка высокого уровня, это в высокой вероятности адрес вот в этом виртуальном массиве памяти, вот в этом виртуальном адресном пространстве. Концептуально можно думать над этим, как над очень большим массивом байт. В действительности это реализуется очень сложной иерархией запоминающих устройств, цель которой создать вам иллюзию. В чём иллюзию заключается? В том, что вот этот вот массив байт, он от начала, что, во-первых, он существует, первая иллюзия, то есть от максимального, от минимального адреса до максимального. Вот, то есть что, пожалуйста, вы можете обращаться по любому адресу, и если вы туда какие-то данные квали, то всё будет нормально. Вот, это первая иллюзия. Вторая иллюзия – это то, что этот массив однородный, что если вы будете обращаться к разным ячейкам вашей памяти, ну, например, скорость обращения будет приблизительно одинаковая. Вообще-то говоря, это не так. Но в большинстве ситуаций, практических, это так. И вот для того, чтобы обеспечить большинство ситуаций вот такой иллюзией, соответственно, вам и даётся в использовании достаточно изощрённый набор системных средств, как аппаратных, так и программных, и мы будем потихонечку с ними знакомиться. Итак, вот этот набор, вот это адресное пространство предоставляет ещё, ещё есть один элемент иллюзии, может быть, менее важный для начала, но я о нём скажу для регулярности. У каждого процесса, выполняющегося на вашем компьютере, своё виртуальное адресное пространство. У каждого своя иллюзия. Каждый живёт в своём мире. Как эти иллюзии согласовываются и конкурируют за один набор физических ресурсов, это очень интересный предмет, к сожалению, выходящий за рамки нашего курса. Немножко, возможно, вы в курсе операционных систем, вы чуть поподробнее с этим познакомитесь. Вот я сейчас подчеркну только то, что такая множественная иллюзия присутствует, и есть соответствующие средства приведения её в реальность по возможности без больших проблем для нас с вами, как для программистов прикладных. Кто занимается созданием этих иллюзий? Компилятор, компоновщик, загрузчик и среда исполнения. Все те посредники, все те инструменты, которые участвуют в процессе создания наших с вами программ. Машинные слова. С конкретным компьютером, с конкретным вычислителем связан размер слова. Обычно это размер, характерный для представления скрывающегося за ключевым словом int. Но не всегда так. Поэтому важно, что вот этот размер слова определяет нам размер указателя, размер адреса. Следующая фраза, она с каждым годом становится всё менее и менее твёрдой, и однажды мне придётся её поменять. Но пока я по-прежнему считаю, что большинство мобильных устройств всё ещё используют 32-битные процессоры и слова длиной в 32 бита. 4 байта. Соответственно, у них есть предел адресации. 4 гигабайта. Понятно, что самой памяти там может быть меньше. И этого может быть недостаточно для интенсивной работы с памятью. То есть вы знаете даже, что на топовых дорогих мобильниках сейчас уже больше 4 гигабайт памяти. И это не случайно. То есть для мощных приложений, особенно которые работают с сложными изображениями, требуется больший объём памяти, чем 4 гигабайта. Забавно, что один очень авторитетный в мире человек до сих пор ещё жив, а когда-то он сказал, выдал фразу публично, что нет никакой практической ситуации, где бы обычному пользователю потребовалось больше 640 килобайт памяти. Если погуглите, легко найдёте имя этого авторитетного человека. Но уже в мобильных устройствах мы с вами ушли далеко, даже за предел 4 гигабайт. На персональных компьютерах и более мощных системах используются, как правило, 64-битные слова. И то уже не всегда... Уже есть некоторые операции, которые работают со словами большего размера. Но в целом 64-бита можно считать наиболее популярным стандартом для мощных вычислительных устройств. Ну, в том числе, кстати, и мобильных. И я не буду проговаривать словами, какое количество байт можно представить 64-битным адресом. Скажу пока, что это очень много. И архитектура, современная архитектура x86-64 использует не все для создания вот этого виртуального логического адресного пространства, использует только 48 бит. Это 256 терабайт, что, в общем-то, неплохо. Но, помятая историю развития компьютерной техники, я не буду говорить, что этого хватит надолго. Вот поэтому через какое-то время, возможно... Да-да, он самый, Билл Гейтс. Так, и машины поддерживают множество форматов данных, но это либо... Это доли размера слова, или кратные ему. И всегда целое число байт. То есть, если вам нужно вынуть бит, отдельный бит, и с ним поманипулировать, это всегда, как минимум, манипуляция сначала с байтом, потом изменение каких-то значений в этом байте, и укладка значения размером не меньше байта. Поэтому мы с вами сталкиваемся с некоторой организацией памяти дополнительной, не только байтовой, а и с вопросами, а как у нас вот эти слова многобайтовые. Понятно, что многобитные, но они еще и многобайтовые. Слова располагаются в памяти. То есть, память может быть рассмотрена как фрагменты по 32 бита, по 64 бита, и мы можем задаться вопросом, а какие у них адреса. Ну, то есть, адреса 64-битных слов кратны восьмерки, адреса 32-битных слов кратны четверки. Вот у нас с вами целочисленные форматы. Снова. И количество байт, которые они занимают. Для меня, я сейчас не буду долго комментировать эту табличку, обращу ваше внимание просто очень важно, что местами эти значения разные. Поэтому написать программу, которая нечувствительна к набору к вот этим особенностям, к этим значениям, это отдельное упражнение. То есть, гарантировать, что ваша программа будет иметь одинаковый результат, программа на языке C будет иметь результат вычислений одинаковый на различных архитектурах, это непростая задача. Обычно за нее берутся только по специальному требованию. И вот, какую проблему создает такая организация памяти. Это порядок байт в слове. В каком порядке располагаются байты в памяти? То есть, мы сначала кладем наименее значимые байты, или мы сначала кладем наиболее значимые байты? Договоренности в отрасли до сих пор нет. Пометуя замечательное произведение Свифта, их условно называют, приверженцев одного расположения называют тупоконечники, Big Endian, других называют остроконечники, Little Endian. Соответственно, некоторые разработчики некоторых архитектур, такие как архитектур ARM, говорят о пользователям, а вы самим, даже не пользователям, в смысле программистам, а пользователям, тем, кто микросхемы изготавливает на базе этой архитектуры. Они говорят, а вы для вашей архитектуры можете сами выбрать, вот там битик поставьте, у вас будет либо Little Endian, либо Big Endian архитектура. Но некоторые архитектуры, они с рождения стабильны. То есть, тупоконечники, это Sun, PowerPC, и Mac, в том числе, старые Mac'и, которые были на PowerPC, в интернете наименее значимый байт имеет наибольший адрес. Так удобнее читать. А когда мы с вами просматриваем вот последовательность байт, лежащую в памяти. А вот остроконечники, такие как x86, то наименее значимый байт имеет наименьший адрес. И, соответственно, читать данные, расположенные в памяти, менее удобно, но зато проще реализовывать, чуть проще реализовывать аппаратуру. То есть вот, соответственно, расположение в памяти, то есть слева направо возрастают адреса, и вот в тупоконечном, то есть если у нас с вами последовательность байт вот такая, последовательность, число вот такое в шестнадцатеричном представлении для простоты, то оно будет расположено как, в некотором смысле, естественным образом в памяти. Если представление архитектуры, то поконечное, а вот остроконечное, это та, с которой вам придется иметь дело, обратите внимание, оно положено некоторым образом задом наперед, но побайтно, не побитно, и не по цифрам шестнадцатеричным, а в обратном порядке, в некотором смысле в обратном порядке по байтам. То есть вот картинки, которые вам, возможно, помогут составить в голове представление о нюансах такого хранения, мне важно, чтобы вы запомнили, что такие нюансы есть. Если будете помнить, что есть нюансы, и забудете, какие именно вы их легко найдете. Если вы забудете, что такие нюансы есть, соответственно, поведение вашей программы для вас однажды станет загадкой. Как поманипулировать? То есть если кому-то неинтересно рассматривать слайды и картинки, а интересно руками потрогать это все на своем собственном компьютере, пожалуйста, можете воспользоваться вот такой вот программкой, простой на языке C, и повыводить, соответственно, данные, и посмотреть на байты в том порядке, в котором они хранятся. Соответственно, у вас спецификации преобразования. Напоминаю, вы в первом семестре могли ими никогда не пользоваться, по той причине, что у вас таких задач могло не быть. То есть у printf спецификация процент P — это вывод указателя, и процент X — это вывод шестеричного числа. Соответственно, это фактически программирование вот этих вот, программирование, исследование вот это расположение вот таких многобайтных чисел. Можете с этим примером поиграться. То есть вот пример исполнения такой программки, ShowBytes. В данном случае она исполнялась на архитектуре X86 в среде операционной системы Linux. Вот можете убедиться, что она действительно Elite Lander. Представление указателей. То есть если вы в программе набрали вот такой вот фрагмент, то вы можете получить очень разные значения указателей для различных архитектур. И даже размеры этих указателей будут разные, а у вас фрагмент программы один и тот же. Строки в языке C. Если не говорить про расширение, которое нам дает возможность язык++ использовать, то все строки представлены массивами символов. Помните, да? Каждый символ представляется своим ASCII-кодом и стандартизованное 7-битное кодирование набора символов. Все старшие 128 символов в общем случае не стандартизованы. То есть стандарт вам говорит только про ASCII. Соответственно, возникают проблемы с совместимостью, поскольку ASCII-код не единственный, но создает определенное удобство, потому что 1-байтные коды не переупорядочиваются. То есть если у нас по байту на символ, у нас нет проблемы переупорядочивания. Можете для себя в качестве упражнения использовать в качестве упражнения использовать последний слайд данной презентации, а именно целочисленные головоломки. То есть проверить, насколько у вас в голове зафиксировалось представление о тех нюансах. То есть у вас каждое следующее... Ой, здесь опять прошу прощения за проблемы в PDF, в тех PDF слайдах, которые лежат по ссылке на сайте, там все в порядке. Здесь, к сожалению, у меня есть неотображение. То есть вам необходимо для каждого следующего выражения объяснить, как минимум, самому себе. Почему либо оно верно для любых значений аргументов, либо почему неверно. Ну, неверно, вам достаточно один контрпример предложить, почему данное выражение неверно. Для интерпретации этих примеров вот у вас есть квадратик с инициализацией. То есть X, знаковое целочисленное X является результатом выполнения, допустим, некоторой функции, Y то же самое, и есть их беззнаковые версии UX, Y, полученные при помощи вот такой инициализации, такого условно присвоения. У меня на сегодня все. Есть еще несколько минут, и если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. А как производится умножение отрицательных чисел? Умножение отрицательных чисел производится как умножение знаковых, и для умножения знаковых есть специальная операция. то есть по принципу эта операция это действительно знаковое умножение вы получаете удвоенное по значению удвоенное по длине значение, после чего происходит его безжалостное отрезание с отбрасыванием именно значащей части. И после этого получившееся в итоге значение с трудом поддается интерпретация. То есть можно аккуратно выписать для себя что происходит, но как вы будете интерпретировать этот результат, это вопрос. То есть однозначной интерпретации я вам привести не могу. У вас был вопрос? Громче. Да, совершенно верно. То есть в зависимости мы к этому придем, то есть прошу, что называется потерпеть немножко, будет лекция, которая специально этому... Что-что? Нет, за счет вот чего, ну ладно, хорошо, забегу чуть-чуть вперед, у вас память в зависимости от технологии реализации памяти, она бывает либо быстрой, либо дешевой и большой. Поэтому если мы хотим иметь память, которая для нас воспринимается как большая и везде равна быстрая, то необходимы некоторые трюки. Трюк заключается в том, что если вы работаете с ячейками, которые близко друг от друга находятся, то данные то данные заранее туда подкачиваются из большой медленной памяти. Но если вы то есть аппаратура об этом заботится, чтобы вы всегда имели интересующие вас данные поблизости, но если этот прогноз не удается и вы вдруг обращаетесь за данными, которые у вас лежат далеко, у вас неожиданно может получиться большое время обращения за этими данными. Но это вот как на первой лекции я вам показывал гору памяти. Если мы работаем с нашим набором большими интервалами, скорость обращения заметно падает. А если мы работаем с большим, очень большим набором данных и случайным образом с большими шагами обращаемся за данными, у нас быстродействие драматически падает вообще. Но есть такие задачи, которые, к сожалению, имеют вот такие тяжелые шаблоны обращения к памяти и с такими задачами на суперкомпьютер. Еще вопросы? Умножение знаковых, в частности отрицательных чисел, происходит так же, как умножение вычетов по модулю 2 в степени n, где n это количество битов? Нет. Это вы можете так себе представлять беззнаковые, а вот если вы умножаете знаковые, то может произойти вот это отрезание неуместившихся данных и интерпретировать его просто как взятие по модулю некорректно. То есть даже по результату может отличаться не только по методу выполнения, но и результат может отличаться. Ну то есть математически вы получите совсем неожиданный для себя результат. То есть если вы хотите работать с понятным, то есть в школе этому не учат, но если вам понятно и по смыслу задачи вас устраивает арифметика по модулю, тогда работаете с беззнаковыми. Вот арифметика беззнаковых это арифметика по модулю, а вот арифметика знаковых она, к сожалению, легкой интерпретации не поддается. Отчасти из-за этого про компьютерные программы очень тяжело и трудоемко доказывать какие-то утверждения, какие-то теоремы. Ну что ж, коллеги, мы уже отъели минуту от вашего перерыва, вам нужно готовиться к следующей лекции. Спасибо за внимание. Вот и пользуйтесь почтой, пользуйтесь формами обратной связи.